всем привет друзья ну что новое видео канал осязаемая музыка сегодня пятница для меня суббота для вас сейчас видео записываю раньше а выходит она позже потому что вы все требовали какие-то ставить фотографии чтобы было интересно смотреть и так далее но уж теперь не без сути когда видео с этим совсем будут выходить вообще непредсказуемо потому что ну представьте только вот вы видите фотографии 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 но внешне с воздуха берутся их надо сесть скопировать где-то вытащить и так далее в общем это все немного напрягает ну уж я решил для вас записать видос к субботе так что видосу быть ну а решил я записать и видео вот об этом замечательном альбоме давно мы с вами не говорили о кайли кайли венок двенадцатый студийный альбом сегодня у нас на обзоре естественно есть мы коллекции назывался он называется kiss me once сегодня о нем и поговорим собственно говоря почему ну потому что а кайли рассказывать мне достаточно легко какие-то цифры там по чатам я для себя выписал да ну и этого мне принципе достаточно вроде как все помню и да кстати ребят особенно те кто подписан на меня в инстаграм ссылка на инстаграм в описании есть каждому ролику также как есть ссылка на группу фейсбук меня больше нет нигде не в vk не в телеграме нигде youtube instagram facebook мировые сети все основное все вообще мимо не нужно не пользуюсь и пользоваться не планирую поэтому кто хочет смотреть фотографии инстаграм кто хочет их сообсуждений facebook welcome всем рад так вот кто подписан в инстаграм ребята почему вы такие не активны вот кто есть в инстаграме я уже второй день даю ссылку на второй инстаграм канала который я создал говорю вам подпишитесь нет но самый конечно вот кто с самого начала даже помню юра денис второй денис который music covers все подписаны вот такие самые ребята которые прям самого начала меня смотрят там еще кто-то тоже подписан с украины тоже там по моему забыл твой ник извини да остальные просто это как я не знаю по моему люсь англ сюда подписан но оставил с остальных просто это они смотрят на инстаграм и вы не понимаете что происходит куда подписаться что там за ссылка нажмите блин увидите но ладно если вам эта тема так уж прям не заходит вы не знаете что с ней делать можно конечно все пихать в основной аккаунт инстаграмовский да у меня есть третий инстаграм на самом деле осязаемая музыка о нем пока никто не знает кому интересно пишите в личку дам ссылку но как-то туго туго ребята либо вы стареете либо что не понимаю в абсолютной конкретной истории одна ссылка подписывайтесь прям написано субскрайб это значит подпишитесь нифига вторая вторая история все равно не подписываться ну в общем как-то туго туго либо у всех лето в риге до лето жара уже неделю стоит просто вода в море еще холодная не искупаться но 25 стабильно в тени классная у нас погода ну и соответственно еще вот еще и с такой погодой видео когда такая погода видео записывать лениво я сегодня вот таким питьем спортивный напитки после тренировочки уж извините для восстановления сил необходим ну что давайте наверное обозрём так сказать этот диск кайли минок альбом kiss me once вот сказал да что все помню нет не все помню 2014 года 12 студийный альбом вышел в 2014 году и вот здесь ребята конечно если у вас у кого-то нету его в коллекции я срочно вот вас призываю его купить вот прям сегодня не откладывая тот кто любит вот прям такой ярый фанат евроденса начала 90-х советую хотя бы ознакомиться с данным релизом потому что он действительно очень-очень кайфовый этот альбом вышел после четырехлетнего перерыва предыдущий альбом выходил в 2010 году году это был альбом афродита в 2012 году вышел вот этот сборник обалденный сборник который у меня тоже есть как-нибудь сделаем у него обзор это кайли за эбби роуд сэшн вот такой вот диск вот прям но о нем следующий раз и вот спустя два года то есть двенадцатый год и вот 2014 году кайли выпускает альбом kiss me once который ну наверное вот из последних ее альбомов самый-самый крутой кстати говоря диск вышел в 2014 году и сейчас 2024 год как бы десятилетняя годовщина все ждут переиздания на каком-нибудь красивом цветном виниле этот диск выходил с DVD диском выходил в боксе выходил на виниле 2014 году но цены я наверное где-то размещу цены посмотрите да цены просто космос бокс это вообще он того не стоит в боксе там просто он на двух винилах выходил то есть на двух пластинках там две пластинки и диск по-моему такой бокс ну плюс фотографии но здесь тоже хорошие фотографии то есть а стоит этот бокс очень больших денег также как и винил стоит очень недешево ну я размещите разместил наверное картинки вы это смотрите и можете поставить на паузу и посмотреть цены теперь по синглам с этого альбома вышло всего лишь два сингла это into the blue два официальных сингла и I was gonna cancel I was gonna cancel вот into the blue и I was gonna cancel это два официальных сингла помимо этого так чтобы ничего не забыть все записано короче говоря перед альбомом перед выхода перед выходом данного диска вышел промо сингл офигенный на офигенную песню офигенный на офигенную песню а песня называется скирт скирт юбка по-моему это переводится если я правильно помню с английского в общем не не суть перевода тут суть в другом что этот сингл не вошел в данный альбом об этом было заявлено сразу но сингл и песня офигенная клип на песню тоже шикарный и это ну вот эта песня по моему вышла только на сингл ее нету нигде нету ее естественно вот этом великолепном боксе тайм капсула который у меня есть на который был обзор ищите на канале капсула вышла в двенадцатом году а этот альбом вышел в четырнадцатом то есть спустя два года да вышел вот этот альбом и соответственно песни скирт здесь нету я ее не знаю может быть она есть на каких-то сборников сборниках лучших песен но вот на моем любимом сборнике лучших песен step back in time этой песни также нету хотя там присутствует какая офигительная композиция time почему ее никуда не включили я уже не знаю а есть теперь ребята к вам просьба вот после таких вот моих речей о том что что-то не выходило там да и так далее вы мне любите но не все конечно но многие покидать мне в инсту фотки каких-то дисков на которых якобы что-то выходило но прикол в том что вы не кидаете неофициальные релизы то есть пиратские диски ну блин ребята не не кидайте да не не я не люблю это смотреть смотришь о да мне человек скидывает думаешь что это за релиз такой начинаю смотреть но блин пиратский диск ну пираты могут так же как мы с вами можем записать что угодно куда угодно на что угодно это не считается вот если кто-то знает действительно официальный релиз где была песня skirt skirt вы мне скиньте пожалуйста ссылочку прямую на дисковокс я посмотрю было бы очень здорово его где-то заиметь я потом в моей коллекции нет особо много сборников калий миног лучших песен я вот у меня есть стэпбэк энтайм я считаю его лучшим и поэтому остальные я там не не особенно покупаю да и в принципе их нет так вот едем дальше в общем вышло два официальных сингла into the blue и i was gonna cancel помимо этого поскольку альбом получился действительно шикарный танцевальный очень классно сделана музыка выходили и еще промо синглы надеюсь я их вот для себя куда-то их записал потому что а вот был промо сингл на песню sex exercise обалденный трек калий всегда исполняет данный трек на своих концертах очень классная песня советую всем ознакомиться кто не слушал затем еще был сингл промо сингл на песню million miles на песню less sex less sex тоже постоянно исполняется на концертах и на песню beautiful которую калий исполнила вместе с адрике и гласиеса вот собственно говоря вот такие вот промо синглы также вышли на данный офигенный альбом что еще вам сказать давайте пройдемся теперь по чартам сейчас вы может быть удивитесь то есть альбом вот этот который вы может быть даже не слушали который прошел мимо вас он достаточно высокие места в чартах занимал как ни странно и вот что самое интересное давайте вот начнем прям с сша в америке танцевальном чарте он занял третье место а в билборде в общем чарте он занял 31 для общего чарта билборд топ 200 это очень высокая позиция за особенно для такой музыки затем второе место юкей великобритания третье место шотландия тринадцатое место новая зеландия да то есть двадцатки первое место в австралии на розе не пьется четырнадцатое место в австрии десятое место в бельгии тринадцатое место в бельгии в каком-то другом чарте вот ну ладно в общем 13 10 место бельгия 15 место в канаде то есть и до канады этот альбом добрался и был топ-20 альбомов но это результат шикарно 10 место в хорватии 6 место чешской республики 10 место нидерланды 20 место дания 10 место франция 9 место германия первое место венгрии 4 место ирландии 9 место испания и 13 место италия вы только представьте вот этот альбом который не является каким-то там прям культовым или мега известным с которого всего-то вышло два официальных сингла занимал такие высокие позиции в чарта почему ну потому что я вот еще раз вам скажу что альбом очень классный очень танцевальный очень круто сделана музыка денис терещенко тебе сто процентов рекомендую послушать хоть ты фанат музыки в 92 года в исполнении группы снэп но тем не менее зацени яйта альбом и ко всем относится всем очень сильно рекомендую данный альбом послушать вам покажу как выглядит оформление в данном альбоме тоже просто на высоте данного альбома просто на высоте так вот все красиво выглядит достанем буклетик покажу вам буклетик и ребята всем советую послушайте в коллекцию этот альбом брать однозначно нужно кстати надеюсь фокус есть а то последние ролики было с этим беда так вот смотрите классные фотографии много фотографий вот эти же фотографии они собственно говоря в боксовом издании которое стоит много денег и непонятно мне непонятна эта цена на самом деле ну может быть из-за тиража бокс ну если уже бокс то там все значит уже все денег так сейчас посмотрю что у нас с фокусом вы меня сейчас потеряете ну вроде нормально да все фокусируется это хорошо если бог значит это уже будет не дешево в общем вот такой вот классный релиз в 2000 2014 год альбом kiss me once открыли минут всем советую прослушивать и да еще раз скажу повторюсь выходя вот только на кассете альбом не издавался а был и диди и винил и бокс и выходили эти промо синглы и на эти промо синглы по моему даже были обложки но если я там найду это все в интернете я для вас ставлю посмотрите в общем всем рекомендую вот сегодня пятница последний рабочий день недели вы это смотрите конечно субботу но для вас то вообще супер начало выходных его чтобы у вас выходные прошли под хорошим настроением давайте врубайте вот этот вот альбом надеюсь я успею все это типа смонтировать и выложить и вы уже сможете посмотреть и завтра вот послушать этот альбом очень рекомендую очень классный шикарный композиции мега танцевальный альбом дико классно сделанный в общем он он кстати не длинный по моему там на нас 42 минуты 43 минуты как-то так была еще версия кстати говоря была другая версия вот я тут даже для себя отметил называлась на special edition но там всего лишь две композиции добавлены композиция мистер президент и sleeping with the enemy ну как бы не знаю каждому решать какую версию брать можете вот special edition бонус либо брать наверное лучше из 9 вариантом вот я не помню с 9 диском там были клипы но я вот тут наверно это все разместил где-то да там были клипы и не помню точно что было по трекам либо вот основные 11 треков как на основном альбоме либо были эти два бонуса точно не помню но здесь все где-то будет наверное написано и так что как то так и да кстати говоря этот альбом записывался на компании rock nation да вот такая заключила значит контракт с rock nation а rock nation ну почему я вдруг решил вот так об этом упомянуть rock nation принадлежит и всем вами всем известному рэперу вы тоже знаете джей-зи как-то так в общем ребята такой вот ролик сегодня немножко спонтанный ну записываю только потому что я обвязался во все это и дело хочется порадовать вас каким-нибудь хорошим альбомом роликом вы же ждете видосы также как я жду видосы от своих блогеров на кого я подписан ну надеюсь вот вам сегодняшний такой вот небольшой обзор особо об этом альбоме тоже рассказывать как бы и нечего ну кстати вот еще такой момент вспомнил что одни одной из продюсеров этого альбома была певица которую вы тоже все знаете сия ну клип такая девочка танцует это естественно это девочка поет фото певица наверное я куда-то сюда тоже разместил вы его сейчас лицезрите ну как-то так ну наверное и в принципе все в общем основной посыл в том что очень сильно вам рекомендую ознакомиться с данным релизом если вы его не слушали сто процентов слушать очень классный альбом классная музыка классные песни легкий качественная такая попса как и все у кайли так что ребята кайли kiss me once и да не забудьте подписаться на второй инстаграм канала ссылку его выложу здесь под видео зайдите в описании данному ролику две ссылки на инстаграм одна ссылка на фейсбук ссылки на поддержание канала если хотите меня поддержать ссылки в описании это очень важно все заряжайте лайкос и пишите комментарии слушали не слушали ну как обычно вы в теме есть коллекции нету в коллекции если не слушали то вот прям сейчас и начинаете досматривайте видос ставьте лайкос видосу пишите комментарий слушайте альбом а после того как альбом прослушайте пишите еще второй комментарий как вам альбом как вам секунду песни как вот песни из этого альбома зашел не зашел я думаю всем зайдет альбом просто офигительный и вот если вы кроме капеллы еще не слушаете то вот вам задание на субботу послушать данный релиз но но на этом закончим когда выйдет следующее видео не знаю подписывайтесь главное на инсту там контакт есть и не присылайте мне туда всякую буду тоже но пока всем пока